МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости в эфире нашего телеканала в студии Анны Рязанова. Вот главная тема выпуска. Теперь здесь и стены лечат. В 6-й горбольнице Архангельска завершен ремонт палеоативного отделения. Дом на Ваучейске В-68 сходит со свайс. Жители бьют тревогу, коммунальщики обездействуют. Выборы удобные для всех. Люди с ограниченными возможностями смогут комфортно проголосовать на избирательных участках региона. Что для этого сделано? Итак, бездействие коммунальщиков может привести к трагедии. Жители дома номер 68 по улице Ваучейского по ночам просыпаются от малейшего шороха. Дом медленно съезжает со свай. Обращение в фонд капремонта результата не принесли. Жители боятся, что пока бюрократическая машина выдаст результат, ремонтировать уже будет нечего. Наталья Пулина разбиралась в ситуации. Сваи дома номер 68 по улице Ваучейского – головная боль жителей уже не первый год. Опоры обновляли два года назад, но такого ремонта хватило ненадолго. Во-первых, дом садится, садятся двери, окна садятся, печки там, ну я не знаю, потолки, пол, ну все вот это, буквально все оно измельчается в разные стороны, ни двери не закрыть, ни окна не закрыть. В начале августа состояние фундамента стало и вовсе угрожать жизни жильцов. Дом съехал почти на полметра. Опасное расстояние житель деревяшки измеряют по газовой трубе, которая раньше пролегала вдоль стены. Мы выехали на место, ситуацию стали мониторить, поставили маячки, 3-4 дня там по мониторию. Действительно увидели, что есть некая тенденция, динамика движения нехорошая. Сразу обратились в департамент городского хозяйства. В администрации города в свою очередь отметили, что масштабные работы по капремонту развернуть не получится, пока все жильцы дома не закроют задолженность. К концу лета долг перевалил за 50 тысяч рублей. Если собственники жилых помещений не платят региональному оператору, то региональный оператор принимать решение о проведении капитального ремонта не будет, если есть задолженность. Поэтому это все зависит в первую очередь от собственников жилых помещений. К концу августа долг был покрыт полностью, но долгожданного чуда так и не случилось. Дом с треском продолжает стремительное движение в сторону Ваучейского. Сейчас свет в конце туннеля наконец забрежил. В этом году мы успеем, потому что данная ситуация, это чрезвычайная ситуация, потому что есть закон, который позволяет региональному оператору срочно включить этот дом в программу этого года, как я уже объяснил с учетом, если будет не задолженность. Чтобы попасть в краткосрочную программу фонда капитального ремонта в этом году, дом должен пройти специальную комиссию. Проводится инструментальное обследование, занимает оно обычно около месяца. Смотрятся все, обследуются все конструктивные элементы здания, начиная с фундамента, перекрытия стен и кровли. Пока жильцы считают дни до обследования, деревяшка, в отличие от решения проблемы, не стоит на месте. Жителям остается только надеяться, что когда долгожданные специалисты придут, им еще будет что обследовать. Наталья Пулина, Денис Линчевский, Ольга Красулина, Регион 29. Недействительные полисы ОМС необходимо сдать в страховую компанию. Это касается граждан, которые больше не подлежат обязательному медицинскому страхованию. Недействительные с точки зрения нового закона полисы при прекращении гражданства России, аннулировании разрешений на временное проживание и виды на жительство у иностранных граждан, у лишенных статуса беженцам. Кроме того, теперь исключены и системы ОМС работники МВД, системы исполнения наказаний и военнослужащие. Исключением являются лица, которые проходят военную службу именно по призыву. В отношении данной категории граждан прекращения действия полиса не будет. Будет приостановление действия полиса на период прохождения ими службы. Такая мера позволит снизить затраты на медицинское обеспечение и лечение в регионах. Ранее получив статус военного, граждане оставляли у себя и полис ОМС, что делало их вдвойне застрахованными. Теперь же медицинскую помощь они будут получать только по линии Минобороны. В 6-й горбольнице Архангельска завершен ремонт палеотивного отделения. Здесь находятся неизлечимые пациенты. Задача персонала создать для них максимально комфортные условия, чтобы сохранить жизненный тонус. Теперь здесь, как говорится, и стены лечат. Олеся Кокина продолжит. Розовая сумочка, идеальные маникюры, сосредоточенная подготовка к конференции «Книжное собрание Русского Севера». Галина Седова уже четвертый раз стала пациенткой палеотивного отделения. Именно здесь, рассказывает Галина Евгеньевна, ее буквально поставили на ноги. Помогли принять болезнь и отогнать депрессию. В обновленной обстановке приятно и отдыхать, и работать. Вот я смотрю сейчас, после ремонта, здесь было желтое все, как бы вот такое, вот я еще попала в то время, да. А вы посмотрите сейчас, какое жизнеутверждающий зеленый цвет, да. Я когда смотрю на вот этот ремонт, я просто поражаюсь ему. Я думаю о том, как замечательно все подобрано. Ремонт здесь продолжался три года. Работы проделаны капитальные, заменены двери и окна, и модернизированы коммуникации на общую сумму более 7 миллионов рублей. Обстановка очень важна и для пациентов, и для их родственников, которым часто приходится находиться рядом с тяжелобольными близкими круглосуточно. Всему этому надо придать именно смысл палеотивного отделения, чтобы пациент чувствовал себя здесь не как в больнице, а как в домашней обстановке. Поэтому хотелось бы картины, хотелось бы цветы. В отделении есть своя маленькая библиотека. С помощью спонсоров удалось оборудовать молельную комнату. В планах на будущее организовать чайно-кофейную зону. Сейчас в отделении, рассчитанном на 60 коек, получают помощь и вспомогательную обезболивающую терапию более 50 пациентов. Наша больница получит 6,5 миллионов на замену кроватей функциональных, 25 кроватей наменяют, два будут аппарата искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода для тех больных, которые нуждаются в кислородотерапии, вертикализатор один там и другой оборудование. Развитие палеоативной медицины в стране отмечено президентом как приоритетное направление. Всего Архангельская область получит на эти цели более 46 миллионов рублей. Олеся Кокина, Ольга Красулина, Регион 29. Кстати, 19 сентября будет работать горячая линия. Заведующая палеоативным отделением ответит на вопросы, что делать родственникам неизлечимых пациентов и куда обращаться за помощью. Позвонить можно будет с 10 до 12 часов по телефону здоровья 21 30 36. Помех не будет. В избирательных комиссиях позаботились, чтобы каждый смог реализовать свое гражданское право в день выборов. Для удобства людей с ограниченными возможностями, большая часть пунктов для голосования расположена на первых этажах и оснащена пандусами. Какие еще меры предприняты в регионе, чтобы выборы стали комфортными для всех? Расскажем далее. Леонид Данилов получил серьезную травму два года назад. С тех пор передвигается на инвалидной коляске. Молодой человек признается, за эти пару лет на выборы не ходил ни разу. Для голосования маломобильных групп населения многие участки были просто не приспособлены. Сейчас я, как вижу, доступ везде есть и планирую сходить на выборы. Сейчас я хочу проголосовать за определенного кандидата, который мне очень понравился, который, может быть, что-то сделает. Доступность избирательных участков для маломобильных граждан – одна из главных задач при подготовке к 9 сентября. Все люди с ограниченными возможностями смогут комфортно проголосовать, уверяют на совещании в обл. сберкоме. Бюллетени с крупным шрифтом и даже шрифтом Брайля для слабовидящих, для маломобильных групп – социальное такси. Когда избиратель сможет позвонить в администрацию населенного пункта, вызвать машину и бесплатно доехать до избирательного участка. Кстати, их в регионе 860. 750 участков располагаются на первых этажах. Большинство пунктов для голосования в регионе оборудованы пандусами. Уникальный участок откроется в Котласе. Дом избирательного участка, члены избирательной комиссии, суды переводчиков, даже зампредседателя избирательной комиссии, суды переводчиков. Соответственно, поможет глухому человеку и, в частности, награждена благодарностью Центральной избирательной комиссии за ту работу, которую провела в городе Котласе по доступности людям, которые не слышат. В Архангельске жителям с ограниченными возможностями можно будет вплоть до 9 сентября позвонить по телефону 28 54 28 и вызвать членов избиркома на дом. А для тех, кто не сможет сделать выбор по месту регистрации, поможет система «Мобильный избиратель». Сейчас и вплоть до 14 часов субботы заявления принимают только участковые избирательные комиссии. Тем не менее, мы все равно не ждем шквала. Конечно, безусловно, у нас же ведь достаточно ограниченный круг, да, границы нашего округа, где мы проводим голосование. Это вот, как я уже говорила, два субъекта. Поэтому перемещение возможно только среди этих двух субъектов. Сейчас в регионе идет досрочное голосование. Свой выбор делают люди, проживающие в отдаленных и труднодоступных деревнях и селах. Это Рималишава, Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Ольга Красулина. Регион 29. Досрочное голосование прошло в деревне Закакурием Мизенского района. Ее жители одними из первых в регионе поставили отметки в бюллетенях с названиями партии и именами кандидатов, баллотирующихся в областное и районное собрание депутатов. Закакурия находится в 15 километрах от райцентра. Ее и еще 17 мизенских деревень внесли в список для досрочного голосования. Избирательный участок расположился в Доме культуры. В деревне зарегистрировано 67 жителей. Постоянно здесь находится всего 47. Одним из первых, отдать свой голос, пришел пенсионер Виктор Стрюков. Чтоб жизнь изменилась к лучшему, чтоб люди находили работу и работали, а не так, как сейчас шляпится. Все деревни, по-честному сказать, почти что спились. Ничего, что у нас есть здесь и сельское хозяйство, но обратите внимание, все время пьянка. Выполнить свой гражданский долг пришла и пенсионерка Нонна Стрюкова. Женщина надеется, что парламентарий позаботится об организации в деревне достойной медицинской помощи. А мы же в медика нету. Надо в больницу ехать, догнать такси, брать 700 рублей, сдать вперед, пенсионеру съездить. Да попадешь лишь к врачу. На сегодняшний день в регионе досрочно проголосовало уже около 2000 человек. 850 избирательных участков откроются в Поморье 9 сентября. На всех сейчас кипит подготовительная работа. В Северодвинской большинству пунктов для голосования расположены в школах. Ставить урны и кабинки начнут лишь в субботу. Ксения Юдина наблюдала за работой участковых комиссий. В Северодвинской школе номер 19 на Яграх располагается сразу два избирательных участка – 793 и 794. Один находится на первом этаже – это спортзал, другой на втором – в актовом зале. В общей сложности образовательное учреждение ждет в день выборов больше 3500 избирателей. На местах голосования уже установлено по две камеры наблюдения. Помещения освобождены для дальнейших приготовлений. Накануне 9 сентября в субботу будут установлены урны для голосования, кабинки для голосования, будет оформлен весь избирательный участок. Сейчас еще пока идет учебный процесс, поэтому помещения свободны. Избирательные участки полностью оборудованы, то есть на сегодняшний день для работы участковых избирательных комиссий до дня выборов им требуется оргтехника, компьютер, принтер и программа, в которой они заполняют заявление о голосовании по местонахождению. Все оборудование участковым избирательным комиссиям предоставлено, то есть все в рабочем состоянии. Школа номер 19 специализируется на обучении детей с ограниченными возможностями, поэтому учреждение оборудовано пандусом. Также есть два широких входа. Оба они оснащены световыми маркерами и надписями со шрифтом Брайля для слабовидящих. Кроме того, северодвинцы с ограниченными возможностями смогут вызвать избирательную комиссию на дом. Для этого обязательно нужно оставить заявку до 16 часов 9 сентября. По квартирные обходы, два по квартирных обхода, с уточнением списков избирателей, с приглашением избирателей на наш участок. Кроме того, мы провели опрос нуждающихся для голосования вне помещения. То есть у нас уже несколько человек заявились, что в день голосования будет выезжать комиссия. Как всегда готовы. Нас ничего не смущает. Любая задача, которая стоит перед нами, избирательная комиссия Российской Федерации, региональная избирательная комиссия. Мы их решаем спокойно. Все технические вопросы решены, организационные тоже. Город готов к выборам в областное собрание депутатов. Избирательные участки и комиссии готовы. Готовы и северодвинцы сделать выбор. Они уже знают, за кого отдать свой голос. От нас зависит, нельзя быть равнодушными. Если мы что-то хотим в этой жизни изменить в лучшую сторону, надеюсь, что от нас что-то зависит. Я считаю, что депутаты борются за улучшение города, решают многие вопросы. Поэтому, пожалуйста, молодые, сильные, есть энергия, есть здоровье, пускай работают. Поддерживаю. У северян есть еще время ознакомиться с программами кандидатов. Напомним, избирательные участки в день голосования будут работать до 10 вечера. Владлена Романова, Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, регион 29. В единый день голосования 9 сентября жители региона ждет еще один сюрприз. Организаторы фотоконкурса за регион 29 готовы разыграть айфон среди самых первых избирателей. Чтобы побороться за современный смартфон, достаточно прийти на участок, сделать фото, выложить его с хэштегом «За регион 29» и хэштегом своего города или района. Победит тот, кто с 8 до 11 часов утра наберет максимальное количество лайков под своим селфи. Напомним, что когда снимок появится ВКонтакте, фото автоматически загрузится на сайт конкурса «За регион 29.ру». Отметки «Мне нравится ВКонтакте» при подсчете голосов учитываться не будут. В день выборов 9 сентября в столице Поморья работа двух муниципальных автобусных линий изменится. По новому маршруту будут двигаться автобусы номер 44 и номер 5. С инициативой выступила избирательная комиссия Архангельска. Автобусы 44 маршрута доедут до 21 лесозавода, а пятерки пойдут по Никольскому проспекту от улицы Валявкина до площади Терехина в обоих направлениях. Кроме того, учитывая, что избирательные участки закроются в 22 часа, работа всех маршрутов общественного транспорта будет продлена до 22 часов 30 минут. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную доступность горожан к избирательным участкам. В частности, изменение маршрутов было обусловлено тем, что ряд избирательных участков было передислоцировано по другим адресам. На все вопросы об изменении маршрутов ответят в диспетчерской службе Архангельского предприятия пассажирских перевозок по телефону 29 39 96. Итак, участки к выборам готовы. Теперь дело за избирателями. Глава столицы Поморья и председатель Архангельской избирательной комиссии выступили с обращением. Уважаемые горожане, 9 сентября очень важный для нас день. День выборов депутатов городской думы и областного собрания. Приглашаю всех вас прийти на участки для голосования и сделать свой выбор. Выбор за наше будущее. Уважаемые избиратели, 9 сентября в нашем городе пройдут выборы депутатов областного собрания депутатов и депутатов городской думы. Тех органов, которые во многом определяют направление развития нашего города, определяют качество нашей жизни. Призываем вас от имени городской избирательной комиссии прийти на эти выборы, проголосовать, сделать свой выбор, который, я уверен, во многом определит направление развития и нашего города, и нашей области в целом. У меня на этом все новости. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова